Сегодня мы продолжаем рассказ о беспрецедентном проекте Олимпиатур-экскурс в будущее велоспорта об участии одесской велосипедной команды атлет в крупнейшей голландской многодневной гонке Олимпиатур 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Итак, 18 мая в 15 часов по киевскому времени Обе машины, груженные интервью и личными вещами Отправились по маршруту Киев-Сент-Хертогенбош Длиной в 2000 километров А 20 мая в 15 часов по среднеевропейскому времени Одесская команда уже разбиралась в хитросплетениях узких улочек Небольшого городка Вюхт, что в самом сердце Голландии В надежде отыскать отель Вандервальк Расположенный на улице с названием Бошвек Именно там, согласно регламенту организаторов тура Должны были перед стартом разместиться иностранные участники 48-й многодневной гонки Олимпия Тур Едва наши машины подъехали к симпатичному двухэтажному зданию Скорее напоминавшему очень большую загородную дачу, чем современный отель Как навстречу нам вышел высокого роста мужчина Лет 55 в светлом пиджаке И с удивлением спросил Украины? И получил утвердительный ответ Он в качестве одобрения поднял большой палец вверх и добавил В господине Вандерслеене, так он представился, сразу подкупала та простота С которой он обращался, по сути, с незнакомыми людьми В оргкомитете гонки он отвечал за размещение иностранных команд Кроме того, как стало известно позже, у него была и другая, не менее значимая должность Глава комитета спонсоров тура Олимпии Поговаривали, что именно по его инициативе Одесская команда была приглашена на гонку Выслушав наш короткий рассказ о длинном путешествии Вим Вандерслеен тут же перешел к делу И объяснил, что необходимо нам делать в ближайшие сутки Диалог происходил на английском языке, так как голландского, естественно, никто из нас не знал В конце своей краткой речи он задал вопрос, от которого нам стало совсем тепло Несмотря на невысокую температуру воздуха Обедать будете сейчас или потом? Заметив выражение крайней готовности на наших лицах Он жестом пригласил пройти внутрь отеля После плотного обеда нам были вручены Нет, не ключи, а магнитные карты от номеров По виду они напоминали наши телефонные карточки, только более узкие по ширине Банальное открывание двери превратилось в умственное занятие Целью которого было определение момента, когда необходимо вытащить карту из тонкого паза Пока три огонька моргают или когда они потухнут Оставшееся до ужина время было использовано на отдых и сборку велосипедов Которые пришлось частично разобрать Дабы они влезли в микроавтобус и машину Форд Рядом на стоянке уже вовсю шустрили веломеханики из команд соперниц Бельгийской, финской и итальянской Для короткой длиной всего 7 километров гонки Пролога Готовились специальные велосипеды с аэродинамическими рулями, рамами, лопастными дисковыми колесами А также прочими наворотами, о которых нашей команде остается пока только мечтать Борьба в таких скоротечных гонках ведется за тысячные доли секунды Так что значение может иметь любая мелочь Неожиданное появление на стоянке Вима Вандерслейна Вызвало оживление среди менеджеров иностранных команд Высокий голландец отвечал на их вопросы по поводу завтрашнего дня Подойдя к расположению нашей команды Вим широко улыбнулся и произнес Вы сделаете меня счастливым, если вы играете хотя бы один этап Я от имени нашей команды ответил, что мы будем очень стараться Сами же ребята лишь с тоской переглянулись Эх, нам бы до финиша в Амстердаме добраться Мы прекрасно понимали, что слова Вандерслейна не были просто словами В лице нашей команды ему хотелось видеть конкурентоспособную дружину Которую сможет отметиться, как говорят гонщики, хотя бы на одном из 11 этапов Первая половина следующего дня прошла в организационных заботах Мне вместе с главой нашей команды и одновременно ее доктором Виталием Бричаком Необходимо было участвовать в совещании представителей команд Которое должно было состояться на месте старта в городе Оз в 13.30 по местному времени Так как в Голландии мы были впервые, то понимали, что не зная местности, можно легко заблудиться Тем более, если учитывать огромное разнообразие всяких автобанов и других дорог в этой небольшой стране Пометуя об этом, заранее договорились с руководителем итальянской национальной команды о том, что выйдем вместе с ними Так как город, в котором мы жили, находился на расстоянии 25 километров от Оса Приехав в город, нам стало ясно, что итальянцы также знают дорогу к мэрии, как и мы К счастью, сами голландцы оказались на удивлении внимательными людьми И терпеливо объясняли, где и куда надо повернуть, дабы попасть на улицу с труднопроизносимым названием Радхаслаан Прибыв на место, мы были изрядно удивлены обилием машин на стоянке возле мэрии Или «гементехауса», как говорят голландцы, имеющих прямую причастность к гонке Об этом свидетельствовали таблички, укрепленные на переднем бампере автомобилей На них по-голландски было написано «Ploch Leider», что означает «лидер команды» Точно такая же надпись была укреплена и на нашей машине Вообще же, с первых минут пребывания в мэрии поражала серьезность и размах организационных действий работников гонки Спустя всего несколько минут, в течение которых мы представляли лицензии гонщиков нашей команды К нам подошел невысокого роста человек в униформе и по-английски сказал, что он должен выдать нашей команде рацию Абсолютно необходима, кстати, в таких гонках аппаратура Обо всем, что происходит в гонке и чего нельзя увидеть из техничек Мы узнаем из маленького прибора с десятком красных лампочек на передней панели После этого всех представителей команд, а их, к слову, набралось 14 5 иностранных и 9 голландских Собрали в конференц-зале, где почетный президент Олимпиатур Вим Ван Дрюнен Приветствовал каждую команду на ее родном языке Украинское приветствие, исполненное голландцем с большим старанием, вызвало гул одобрения и улыбки на лицах После чего главный судья Тура Швед Майкл Андерсон выразил надежду, что такая же теплая и дружеская атмосфера Будет среди участников гонки все 10 дней К сожалению, большая часть конференции прошла на голландском языке И это в дальнейшем сыграло свою негативную роль Правда, после окончания заседания Представитель судейской коллегии Майкл Андерсон заверил нас Что по любому интересующему нас вопросу Мы можем обращаться непосредственно к нему Если бы мы знали то, что произойдет на следующий день на первом этапе То такой вопрос у нас нашелся бы сразу А пока попрощавшись, мы торопливо пошли к машине Так как до старта гонки пролога Олимпия Тур оставалось всего 2 часа Тем временем в самом городе шла интенсивная подготовка к вечернему старту Продолжение следует... Продолжение следует... День 21 мая в оси выдался, к сожалению, ветреным Как нам объясняли сами голландцы, такая погода типична для их страны Так что привыкать надо было на ходу Первым из детской команды старт принял симферополец Станислав Нефедов Опытный гонщик, двукратный чемпион тура Олимпии Гонки на время это как раз его специализация И мы не без оснований надеялись на хорошее выступление славы Так оно в итоге и получилось Нефедов занял в прологе 25 место из 115 гонщиков Здесь стоит отметить, что в прологе тура Олимпии денежными призами Награждались первые 25 спортсменов Последний из этой группы получал 20 гульденов, то есть 10 долларов Деньги небольшие, но подчин был сделан Победителем же пролога и первым обладателем оранжевой майки лидера гонки Стал опытнейший голландский гонщик 39-летний Том Кордес из команды Пилс Газель Его победа организаторами оценивалась в 515 гульдена Время победителя даже с учетом ветреной погоды выглядело просто фантастическим 7 километров он проехал за 8 минут 28 секунд и 53 сотых Показал среднюю скорость 50,2 километра в час Поражала также и плотность результатов Первая тройка въехала, как говорят гонщики, в одну секунду Голландцев Кордеса и Дайна, а также бельгийца Деккерса в прологе Разделили меньше трех десятых секунды Станислав Нефедов проиграл Кордесу 21 секунду Что внушало определенные надежды на завтрашний первый этап Одесская команда покидала ОС в спокойном расположении духа Старт первого этапа был намечен на 14 часов 22 мая Перед ним по регламенту гонки должна была состояться презентация всех 14 команд-участниц Показал среднюю скорость Продолжение следует... Продолжение следует...